Саранск История нетривиальная И начать ее стоит с того, что такого народа, как Мордва, вообще не существует Да-да, Мордовская республика есть, а Мордовского этноса нет Под всем известным сегодня названием на самом деле скрываются сразу два финно-угорских народа Эрзя и Мокша И они настолько разные, что даже удивительно, как так получилось, что их объединили под одним экзоэтнонимом Посудите сами, языки у них разные, история разная, антропология разная, культура разная И даже внешне люди отличаются Эрзя не выше, светлее кожа, светлые волосы, серый-зеленый глаз встречаются Мокшане по сравнению с Эрзянами будут чуть ниже Желтоватый оттенок кожи, более темный цвет кожи Пигмент глаз, коричневый, карида, темный волос, это будет встречаться чаще Конечно, столь явное отличие сегодня можно заметить только в большой выборке Ассимиляция берет свое Мордвой, Эрзи и Мокша стали чуть меньше века назад по политическому решению Совета народных комиссаров Еще сто лет назад названия этих народов широко известны не были А вот Мордвой, коренное население Волго-Окского бассейна, еще со старинных времен называла не только вся Россия, но и Европа Откуда взялось это название, историки гадают По одной из версий, это собирательный термин, означающий люди, мужчины, народ одним словом Надо сказать, от подобного обобщения ни Эрзи, ни Мокша в восторг не пришли Еще полвека назад в мордовских деревнях можно было встретить старожилов, которые не знали, что их включат Мордвой Эрзи называет себя Эрзи, Мокша называет себя Мокшей Слово Мордва вообще изначально даже не воспринималось Мордвой И до сих пор мы вот это вот видим А в частности, мы это вот можем вообще наблюдать в бытовой жизни Когда, ну, очень часто, да, в каких-то таких вот эмоциональных моментах, если Эрзианин с Мокшанином ругается Как вы думаете, как они друг друга обзывают Мордва? Очень часто, да, такое встречается Современная молодежь зачастую уже не заморачивается этническими ребусами и называет себя Мордвой И все же культуру, а точнее сразу две, саранчане трепетно хранят В городе очень много этнических деталей Народные орнаменты и солярный знак, дань языческим корням Эрзи и Мокши Встречаются на центральных площадях, на фасадах многих зданий Название улиц на табличках-указателях написано сразу на трех языках Русском, Эрзианском и Мокшанском Ну и, конечно, в кафе и ресторанах Саранска подают традиционные блюда мордовских народов И такое мы пропустить не могли Мордовская тарелка Ой, что на ней? Скажите, пожалуйста Мордовские толстые пшеные блины из пшенной каши Пирожки панджакай с картошкой И каленые яйца Каленые? У них очень интересное приготовление Вначале они калятся в печке Полностью посыпаются солью И потом, после вашего заказа, достаются из скорлупы и немного подсушиваются Пачаты Блины из вареной пшенной каши Панджакай или каймак Матрушки с картошкой Поза Пьянящий свекольный квас Выглядит все очень аппетитно Но мы ждем гвоздь мордовского застолья Медвежье лапа Самое популярное и любимое мордовское блюдо Оно есть и в ирзианской, и в макшанской кухне Каждый уважающий себя мордовский ресторан должен иметь его в меню Есть даже такая байка, которая ходит с давних-давних времен О туристах, которые удивлялись Неужели в Мордовии так много медведей, что в каждом ресторане подают их лапы? От медведя тут, конечно, только название На самом деле, автоль лапа, по-ирзиански Или автоль мадят, по-макшански Это сочное блюдо из мясного фарша По легенде, мордовские парни не могли жениться до тех пор Пока не убьют на охоте медведя В утверждение своей отваги Жених должен был прислать невесте жареную медвежью лап Вот только столько медведей в лесах не было, сколько их соискателей Вот и приходилось молодцам выкручиваться Сытное вкусное блюдо быстро перебралось со свадебного стола На обычные застолья И стало их неотъемлемой частью Вот так богато встречаются радские гостей Такие застолья, конечно, ни с какими диетами не вяжутся Да и не нужны они были мордовским женщинам Каноны красоты у них совсем другие У юридиан по-прежнему стандартом красоты считается Вот примерно такая женщина Высокая, статная, крупная То есть это такая прямая прародительница земли Дочь земли И вот тут самое время нам с вами отправиться В Саранский музей изобразительных искусств имени Степана Эрли Дело в том, что славится он не только уникальной коллекцией скульптур Всемирно известного мастера Но еще и одним из самых богатых в России Собранием предметов декоративно-прикладного и народного искусства Более пяти тысяч экспонатов И отдельное место отведено Главной улике ушедшего времени Народному мордовскому костюму Ведь костюм это не просто одежда Каждая деталь костюма Это определенный смысл Определенная история Это история, связанная с традиционной культурой, с местом и ролью человека в жизни Многие исследователи рассматривают костюм как некую модель мироздания То есть головной убор это небесный мир, стан рубахи Мир земной, подол это уже мир подземный И что уж точно никогда не вписывалось в картину мироздания Это утягивающие корсеты Напротив, мордовские красавицы надевали за раз сразу несколько рубах Чтобы казаться более основательными и статными В прежние времена в женщинах ценилась особая женская сила Она проявлялась в способности вынашивать и рожать детей Выносливости, трудолюбие Область талии, живот, бедра считались вместилищем этой силы Чтобы подчеркнуть свое женское начало Эрзянки и макшанки в одежде делали акцент на сакральные зоны Макшанки использовали специальную друпировку и кисти из шелковых и шерстяных нитей А эрзянки носили особый предмет одежды Пулай Это плотный широкий набедренный пояс, вышитый и украшенный Который надевался поверх рубахи Без него девушкам с 13 лет нельзя было появляться перед мужчинами При этом нижнего белья эрзянки не носили В отличие от макшанок Традиции костюма у двух народов были очень разными И в музее Эрзя можно убедиться в этом воочию Здесь представлено локальное разнообразие традиционной одежды Мордвы Мокши и Мордвы Эрзы Благодаря собранным предметам мы можем видеть вот эти уникальные отличия Самобытную культуру, чувствовать красоту и величие женщины Мордовской женщины Но чтобы прочувствовать мордовский колорит в полной мере Мы отправились за 20 километров от Саранска в село Подлесное Тавло А патнографический музей Этнокуда Здравствуйте, наши дорогие гости Рады вас приветствовать в древнем Эрзянском селе Подлесное Тавло Музее Этнокуда имени Владимира Ивановича Ромашкина Владимир Иванович Ромашкин наш национальный лидер Музыкант, композитор, ученый, педагог Создатель знаменитой фольклорной группы Торама Мы очень рады вас приветствовать в нашем селе Поэтому, пожалуйста, пробуйте наш кши-сал, хлеб-соль Хлебом с солью, песней и ирзянской речью Этнокуда встречает гостей уже более 15 лет Здесь можно познакомиться с народными традициями Угоститься блюдами национальной кухни Подивиться предметам обихода и хозяйственной утвари ирзянского народа Музей часто принимает гостей Здесь проводятся межрегиональные и международные фестивали древней ирзянской песни Фестивали резчиков по дереву Последние заслуживают отдельного внимания Подлесное Тавло славится своими резчиками на весь мир В прошлом году на территории нашего музея Мы провели фестиваль резчиков по дереву Межрегиональный, который так и назывался проект Тавлинский конь Десять мастеров создавали большого, огромного деревянного коня С 7,5 метра длиной, 3,5 высотой С деревянного исполина, выполненного в традициях тавлинских мастеров Мы и начали нашу экскурсию по этно-куда Во дворе музея целая выставка деревянных фигур Выполненные в разных техниках, по разным сюжетам, из разного дерева и разными мастерами Все они посвящены мифам и легендам финно-угорских народов А значит, к каждой прилагается своя занимательная история Почему именно самый главный лишме конь прославляется по эпосу? Потому что это послание Кенешки-Паза, опять же, когда Бог сотворил Эрзианина И оставил живее властвую А потом, как вспомнил о нас, взглянул свысока А тут такая бедность, такая нужда Он всех летающих, всех ползающих собрал и говорит Кто желает быть первым помощником у Эрзианина? И первыми отозвались конь и сокол Рассмотрев удивительную выставку деревянных фигур, мы отправились в домик И вот тут-то нас и ждал самый большой сюрприз нашего путешествия Ну, может быть, не всю команду, но меня точно Вот с такими вот величальными песнями к старину у нас встречали невесту Которая приехала в дом жениха, укрытая фатой Вот так, неожиданно для себя самой, я вдруг стала Эрзианской невестой Обряд надо мной проводили по всем канонам Разве что жениха так и не показали Фату сняли, хмелем усыпали Свекровь за мизинец взяла, да в новый дом завела С печкой познакомила, утварь показала Итог у обряда оказался и вовсе неожиданным Укрывает ее обратно фатой И эта невеста пять часов или там четыре сколько Пока жених мне придет, стоит около печки Вот так вот, укрытая фатой Стоять несколько часов лицом к печке – дело незавидное Хорошо, что наши спутницы отвлеклись на другие этапы обряда И меня это учить миновало Кстати, где вы думаете прохлаждался новоиспеченный муж, пока его невеста лицом к печке стояла? Пел да гулял с друзьями Эдакий мальчишник по-эрзиански И хорошо еще, если жених был настоящим Была у Эрзи такая традиция – нанимать мнимого жениха за деньги Если настоящий с собой не вышел Получалось, сосватал девицу один, а от печки забирал совсем другой Каких только затейливых ирзианских историй до традиций не узнали мы в Эднакуда Для туриста, ищущего мордовские истоки, лучшего места, чем подлесная тавла, не найти Но удивителен этот поселок не только тем, что там бережно хранят народные традиции Но и тем, что их там создают заново Школа резьбы подлесной тавлы известна своей колоритностью и самобытностью Как правило, изображаются люди в разных жизненных ситуациях Фигуры немножко грубоваты, но полны мелких, забавных и интересных деталей Перед крыльцом подлесно-тавлинской экспериментальной детской художественной школы Целая выставка деревянных статуй, забавных и причудливых Но это все труды резчиков, приезжавших в село на фестивали из разных городов и стран Настоящие тавлинские сокровища можно увидеть в самой школе Наша команда хохотала в голос, рассматривая истории из деревенской жизни Запечатленные в дереве искусственными резчиками Ни в мастерстве, ни в чувстве юмора им не откажешь Посмотрите, у каждой фигурки свое настроение, свой характер Хитрые мужички, сварливые бабы, хулиганистые ребятишки Все предели, кто на козьбу едет, кто от медведя удирает А кто гулящему муженьку взбучку устраивает Целый мир из дерева Уже только ради того, чтобы налюбоваться им вдоволь, стоит сюда приехать Впечатлившись тавлинским искусством, мы напросились на мастер-класс по резьбе Решили вырезать себе на память деревянную тавлинскую лошадку Давно ставшую одним из национальных символов Мордовии С нее начинают учиться искусному ремеслу все тавлинские мальчишки И пусть не все потом становятся профессиональными резчиками Все же нет в селе мужчины, который бы не владел этим удивительным промыслом Тут, с чего начиналось под лесной тавли Приехал учитель по рисунку черчения Николай Иванович Мастин Вообще образовательную школу Ну он смотрит, чем-то надо ребятишек занять Он открыл кружок вообще И стал смотреть, ну что вокруг А у нас кругом лес, вот очень много липа И стали чуть-чуть пытаться Но не сразу пришли вот этому всему Сначала стали вообще и пропорции соблюдать, ну и скали А до этого исторически в тавле была какая-то резьба? То есть вы были, допустим, именно на продажу игрушки? Ну, такого не было именно То есть это вот недавно? Это да, ну школа официально открылась в 1979 году А вы сколько занимаетесь уже летом? Ну, как вот 7 лет И сейчас мне 38 лет И это дело не оставлял Ну, если честно взять, где-то я серьезно начал где-то в классе В 7-8 уже самостоятельно, когда я мог вот уже работать Ну, а сейчас вы проводите какие-то для туристов мастер-классы Кто-то приезжает? Конечно, у нас все гости Кто приезжает, нам сюда всем очень интересно И постоянно выезжаем на выставках И приглашают нас Потому что всем очень это интересно Самое главное Это характер, это лицо Потом движение, это руки Показать Ну и национально, вот это традиционно Вот костюм, например, орнамент, видите? Вот это соблюдать А потом уже по сюжетам Скажу Ну, всем нравится, например, юмор Чуть-чуть такой Потому что сельские вот Такое всяких разных Это всем детям очень нравится Все делаем руками Никакими станками Мы только точим инструмент А вот все вот мелкие детали Все из-под резца 20 минут и тавлинская лошадка готова Липа в руках мастера словно мягкий пластилин Движения спокойные, выверенные Вмешаться в процесс я так и не решилась Одно неверное движение И остались бы мы Без такого чудесного коня Но удивительнее всего то Что в наш век информационных систем Искусственного интеллекта И технологического прогресса Ремесло народное Не просто не угасает Но и рождается заново Представьте Еще полвека назад Тавлинской резьбы И не существовало вовсе А сегодня этот промысел Ставят в один ряд С Богородским и Городицким Но на этом Тавлинские чудеса не заканчиваются Не только резьбу подарила миру Эта сельская художественная школа Появилась тут и своя особенная керамика Не похожая ни на какую другую Началось все с того Что Николай Иванович Мастин Пригласил в свою школу Молодую выпускницу Педагогического училища Ну для сельских мальчишек есть резьба Теперь нужно что-то И для девчонок придумать Вот я приехала Тут не было никаких материалов Ни ниток для вышивания Ни холста Вот нам сказали Что можно найти здесь тавле Как и в любом селе Впрочем Можно найти глину Мы с Мастиной взяли тачку И с этой тачкой пошли Нужный образец глины Молодая учительница искала долго Пока сторожилы не подсказали Идею, форму, техники, росписи И орнаменты для своей керамики Лидия Ивановна придумала сама Вдохновила ее Та самая коллекция традиционной народной одежды Из музея Эрзи Вот и в основном Вот эрзианский костюм лег в формах И потом мифология Считается мифологией То есть многобожие Мордовское Здесь вот представлены Основные богини Сюжеты из русских сказок Из эрзианских сказок Вот это вот все придумано мной Сама Лидия Ивановна Эрзи Поэтому в ее керамике Преобладают эрзианские мотивы Хотя есть и макшанские Именно поэтому, наверное, тавлинская керамика Наряду с резьбой Стала национальным мордовским достоянием Расписные фигурки местных мастериц Не похожи ни на какие другие У них свой самобытный И очень узнаваемый стиль Вот и получается, что в наши времена Родились в подлесной Тавле Сразу два народных промысла Ну где бы мы еще такое увидели? Вот такой насыщенный И очень интересной Получилась наша поездка в Саранск Столицу Мордовии Яркий, удивительный, гостеприимный город Где под именем несуществующего народа Дружно живут эрзи и мокша И какими бы разными не были Их языки и традиции Но всех гостей они встречают Одинаково гостеприимно Шум брат А это значит Здравствуй, ты мой брат Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok